Донецк Да, в совбезе ООН украинский меморандум, обвинявший Россию в этой агрессии, не был принят. Да, новых санкций не ввели. Да, пары иностранных газет робко предположили, что Киев сам виноват во вспышке военных действий. Но и все. В Киеве понимают, что Запад, похоже, парализован внутренними проблемами, и теперь можно снова продолжать активные наступательные действия, не ожидая никаких окриков. Именно поэтому, хотя обстреливать стали меньше, тревога сделалась сильнее, а сама ситуация более опасной. Ведь под разрывы снарядов киевское руководство сосредоточило на фронте большие массы ударных частей и техники, объясняя это стремлением защитить своих солдат от возможной контратаки армии ДНР. Но они ведь оттуда не ушли, эти солдаты, эта техника. Они там. Они не могут там стоять слишком долго. Это значит, что наступление украинских карателей можно ожидать в довольно короткий срок. И будем надеяться, конечно, что этого не произойдет. Но надежда – это одно, а реальность и логика – другое. К тому же, хотя Киев и сократил обстрелы, там продолжают открыто докладывать о тихом, ползучем наступлении. Так, например, в пятницу на сайтах украинских агентств появилось сообщение о том, что войска отвоевали еще часть территории под Мариуполем. И, конечно, во всем этом особое значение получает убийство одного из символов донецкого сопротивления – Михаила Толстых с позывным «Гиви». Это явно попытка посеять панику не только в защитниках ДНР и ЛНР, но и среди мирного населения. Удалось или нет? Что думают сами жители Новороссии об опасности, которая надвисла над республиками? Из Донецка передает наш корреспондент Дмитрий Вахницкий. В пятнице холодно, Донбасс хоронят Гиви. Герой республики, командир батальона «Сомали» умер мгновенно. Из-за взрыва, прозвучавшего в его кабинете, выгорели соседние помещения. Что это было? Разрыв, заряда огнемета или заранее заложенная бомба? Сейчас разбираются ополченцы. Но Гиви убили. Эта новость ударила по Донецку не слабее украинских градов. На полях сражения у них не получается нас побеждать. Они получили в любом своем наступлении котлы. Они нас убивают подло. Михаил Толстых Гиви был одним из символов донбасского сопротивления. Обычный парень из Иловайска, взявший оружие в руки еще в Славянске. Потом отбивал от карателей родной город. И с первых дней на еще редких и потому особенно ценных кадрах, рассказывающих, что на самом деле происходит в Донбассе, покорял невозмутимой выдержкой. Вот осколки по нам летят. Смотрите, аккуратно голову берегите. Вот он. Ах, как я считаю? И бойцы ему верили. Держались, отбивали атаки, даже когда казалось, что все, конец. Во время затяжных боев за Донецкий аэропорт Гиви руководил добровольцами из батальона «Самали» круглосуточно. Корректируя огонь из своего штаба на простреливаемой отовсюду девятке, в самих окопах звонил украинским полковникам, пытаясь объяснить, что они каждый день стреляют по мирным жителям. А когда украинские военные и добровольцы сдавались в плен, Безобедняков задавал вопрос, а что вы тут забыли? Михаил Толстых, Гиви был одним из символов донбасского сопротивления. На многих фотографиях они были вместе. Две легенды, Гиви и Арсений Павлов, Моторола, воевали тоже рядом с самого начала. Рассения Павлова убили, когда на Донбассе было затишье комбата «Самали» в разгар боевых действий, которые развязал официальный Киев. Общей была украинская реакция на убийство. Лидеров ополчения убивают сами ополченцы. А значит, что с них взять, бандиты же? В случае с Михаилом Толстым нашли даже исполнителя. Вроде бы в этом в социальных сетях признался его однополчанин Игорь Мыльцев с позывным французом. Информацию эту подхватила и российская либеральная пресса. Выяснилось, правда, страницу Мыльцева давно взломали, а сам он в Гиви не видел ни разу. Над своей страницей утратил я контроль еще в десятых числах сентября. Диверсионной деятельностью против лидеров ополчения украинские военные занимаются давно. В Донецком сопротивлении тоже хватает диверсантов. Но они не отвечают, потому что такие действия напрямую нарушают Минские соглашения. Они нас нуждают отомстить за Мишку. Это срыв Минские соглашения. Но Донбасс, который вторую неделю расстреливают украинские войска, такие акции обязаны напугать, судя по заявлениям, которые сейчас идут из Киева. Тем более, что они с каждым днем становятся все агрессивней. Никакого мира. Это не АТО. Это война. Нужно, наконец, прекратить все это мошенничество и ввести, наконец, военное положение в Донецкой и Луганской области. И это первый шаг к миру. Ну что взять Юлию Тимошенко? Тут же объявили скептики. Но вот официальная страничка президента Украины. О чем тут речь? О мире? Нет, просто украинская армия принимает на вооружение новые ракеты. Такое оружие можно использовать только при стрельбе по наземным целям и только по площадям. Воздушная система залпового огня. Оружие не точное, не дорогое, но эффективное. Примечание. Максимальный эффект при стрельбе по незащищенным броней целям. Если вы думаете, что это все выдумка, то на самом деле это не так. Пока у Порошенко собирают камни, на Донбассе собирают осколки снаряда. В такие коллекции сейчас есть едва ли не в каждом дворе. Большая часть новое. Боевое железо, оставшееся после боев 15-го года, давно закопали. Пуля там торчит. Вот она, пуля. Хотя со щуровки. Медсестра Наталья Харужина живет у самой линии фронта. В ее стареньком домике застряли десятки осколков. Сама она была дважды ранена, пока спешила кому-то на помощь. Каждое утро, чтобы попасть в больницу, Наталье приходится пройти вот эти 100 метров у террикона. Самые опасные, потому что они отлично просматриваются и простреливаются со всех украинских позиций. До них здесь не больше 300 метров. А вечером та же дорога, чтобы попасть домой. Если не стреляли по позициям раньше, сейчас они стреляют тупо по нас. Они же знают, что здесь? Конечно знают, они меня видят. И останавливаться при этом никто даже не думает. Пока президент Украины привычно рассказывает миру о том, как его страна выполняет Минские соглашения, в Донецке все чаще слышат рев мощных двигателей по ту сторону фронта. Он гудит сюда по утрам. Часто гудит. Техника работает, да? Да. А чем стреляют? Я спокойная. Всем. Танки, тяжелые тягачи с артиллерией, ракетные установки. В Национальном управлении военно-космической разведки США не могли остаться незамеченными. Но одергивать Киев никто не спешит. И там без стеснения развязали руки карательным батальонам. Корреспондент Би-Би-Си Том Бариш, правда, нашел украинские танки в Авдеевке, а заодно снял и наблюдателей ОБСЕ, которые из отчета в отчет в упор не видят и не слышат боевую технику, рядом с которой находится каждый день. И ведь эти танки сюда не просто так пригнали. Они стреляют. Это никто не скрывает от населения Украины. Репортажи о том, как украинские войска заняли еще пару километров ничьей земли, появляются ежедневно, а вокруг серой зоны уже приступили к бизнесу, как это понимают украинские военные и политики. Ты негодяй! И убери свое пузо отсюда! Ты негодяй! Пока в Донецке льется кровь, одиозный депутат Семен Семенченко поругался с полицией, пытаясь устроить очередную блокаду Донбасса. Не торговать с Донецком ничем. Причем ему было неинтересно, что вся энергосеть соседних областей Украины работает на Донецком антраците. А попытки напомнить об этом заканчивались настоящей истерикой законодателей. Если вы народный депутат, а не банальный рекетир, то почему вы не проводите мероприятия относительно блокады Донбасса в законодательном поле? Это вы, сограждане, шли воевать. Ты, мразь, скалящаяся, бегал от призыва. Для самого Семенченко это удачная бизнес-схема. Он уже устраивал что-то подобное на украинской границе с Крымом. Тогда случайно признался, что патриотизм вторичен. Главное – деньги. Там батальон Хрисон стоит, тут батальон. Сколько таких Семенченко вокруг Донецка и Луганска, неизвестно даже Петру Порошенко, который упрямо двигает к Донбассу войска. Те самые, что привыкли работать системами залпового огня по небронированным целях. Дмитрий Вахминский, Дмитрий Тархов, Федор Болдрев, Гелоломая. РЕН-ТВ. Донецк. РЕН-ТВ. Донецк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова